Шесть добровольцев из Карачева, Черкесии подписали сегодня контракт с Министерством обороны России. В Республиканском военном комиссариате военнослужащие подробно ознакомились со всеми условиями контрактной службы. О том, как проходит данная процедура и какие меры поддержки ждут добровольцев, узнавал наш корреспондент Альхан Лепшоков. Мои друзья находятся в зоне специальной операции. Я также хочу оказать им поддержку, отмечает Данил Почевалов. Специальные инструкторы пункта сбора рассказали, как правильно заполнить анкету и отвечали на вопросы военнослужащих. Доброволец Данил Почевалов решил свяжать свою жизнь, служа Отечеству. Находясь на передовой, я буду уверен, что мои родные в безопасности, отмечает он. Чтоб твои родные, наверное, под глубоким небом ходили. Чтоб они были в безопасности. Зная то, что ты там, ты их ограждаешь от всех опасностей в этом мире. И вот все. Хочется, чтобы как-то быстрее это все закончилось. Ну, как бы и поддержку своим товарищам, и, ну, в общем, вообще всему народу, чтобы дать поддержку какую-то. Для прохождения службы также необходимо пройти медицинскую комиссию на профпригодность. Помимо этого, каждый может выбрать для себя место службы. Также при заключении контракта доброволец может получить от государства социальные выплаты. Помимо этого, оказывается особое внимание и поддержка их семьям. Все это делается для того, чтобы каждый желающий мог внести свой вклад в защиту нашей страны, отмечают инструкторы пункта отбора. Недавно президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин поднял федеральную выплату со 195 тысяч до 400 тысяч рублей. Но это не связано с какими-то изменениями специальной военной операции, это для того, чтобы поддержать военнослужащих и их семьи для поддержки бойцов СВО. Также региональная выплата составляет 1 миллион 305 тысяч, что все вместе составляет 1 миллион 700. Дальше очень много социальных гарантий. Совсем скоро эти ребята пополнят ряды настоящих защитников Родины. Альхан Лепшоков, Ренат Муков, Вести Карачаева, Черкесия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова